Добрый день всем! Вы находитесь на канале Кивизон ТВ и сегодня у нас в гостях в рубрике «Интересные люди Новой Зеландии» замечательный гость, предприниматель, красавица, не побоюсь этого слова, Ольга Овсянникова. Здравствуй! Будем на ты, я думаю, да? Да, конечно. Оля, ну для начала вообще, как ты сюда попала? Почему Новая Зеландия? Как долго ты здесь? Нравится ли тебе здесь? Расскажи, Духслава. Ну Новая Зеландия, я много слышала о Новой Зеландии и в первый раз попала сюда в 2008 году. В 2008? Да, это была зима, мне не понравилось. Вот, второй раз я приехала в 2009 на 3 месяца лета. Декабрь, ревнварь, февраль. Путешествуя по Новой Зеландии, я абсолютно влюбилась. На Южном острове, наверное, ты влюбилась? Нет, это вот именно на Северной, это был Гритбария, это Карамандолири, это Белые Пески, это очень вежливые люди, то есть это абсолютно другой лайфстайл. Я просто вот, ну, я точно знала, что если я буду жить, вообще существовать, то есть, ну, как в своей оболочке, то это только будет Новая Зеландия. Вежливые люди уже звучит, как ругательство, поэтому, да, слышал, да, что-то там творилось. Хорошо, а что зимой, ты сегодня, по-моему, холодно, что ли, или что, настолько вождение? Ну, думаю, что, то есть, дело в том, что, когда мы живем в России, у нас у всех, то есть, у нас мы достаточно, у нас ограничены кругозор, и мы фокусируемся на чем-то одном. То есть, я когда приехала, то есть, я была, я очень всего боялась, я, то есть, я не знала, то есть, я боялась там ходить одна, то есть, постоянно искала русских, там, цеплялась куда-то ходить, потому что я боялась, то есть, у меня был страх, ну, безопасность. Безопасность? Да, то есть, у меня вот был, ну, это у меня лично, ну, побыв здесь, то есть, я поняла, что, ну, как бы, это абсолютно безопасно. И уже второй раз, когда я приняла решение поехать, я решила, ну, то есть, если вот, как бы, все хорошо было, и люди, то есть, были такие ситуации, когда я вообще не знала языка, я стояла, смотрела вот так, с круглыми глазами на карту, а по картам я никогда не умела ориентироваться, эта проблема даже была на русском языке, я смотрела в ужасе. И люди подходили, спрашивали, куда их... То есть, сами подходили, сами помогали? Да, они спросили, могу ли я вам помочь чем-то, извините, могу ли я вам помочь чем-то. То есть, для меня это было вообще в шок, когда, то есть, я была в Москве, я пыталась спросить улицу, там, которая была вообще на углу, там, 5 метров, люди просто с железными лицами, они просто проходили, да, дома. То есть, я, конечно, то есть, ну, я видела, у меня уже было сравнение, да, то есть, вот эта грубость российская, да, то есть... А в каком городе ты жила? Хабаровск. Хабаровск. Ну, Хабаровск, это еще, то есть, ну, как-то более-менее, да, ну, вот такие там, как Москва, но Хабаровске тоже. Мне не нравилось то, что постоянно культура с грубой стороны, да, то, что, когда люди матерятся, люди грубят друг другу, сплетничают, ну, в принципе, русские, они это делают даже в Новой Зеландии, ну, кому нечего делать. Ну, конечно, люди, которые занимаются бизнесом, человек, он занимается бизнесом, у него нет обсуждения, ну, кого-то другого. Хорошо, то есть, сколько ты здесь уже по времени получается? Пять лет. Пять лет, отлично. И как ты попался, то есть, вот, как ты закрепилась, какой путь прошел? То есть, у меня вообще была сказка Золушки, которая пахала, как лошадь. Я думаю, зрителям будет интересно. То есть, вот, это реальная сказка Золушки. Я приехала пять лет назад, у меня была двухмесячная виза, но не лимитированная. Главное, студенческая? Студенческая, двухмесячная виза. На языковые курсы? На языковые курсы. То есть, я пришла, у меня была интермедиа уровень. Есть такая возможность поступить, учиться. У меня была мечта создать бизнес. То есть, я думаю, все, вот. А мечта была еще в России? Здесь, когда я приехала. А в России бизнеса не было? В России я юристом, десятилетний стаж полиции, музыкант. То есть, ты полицейский? Да, я полицейский. Но конкретно, что вот бизнес, что как его вести, что это означает, то есть, у меня понятия не было. Ты решила это сделать здесь? Да, я решила здесь. И в первый месяц я открыла бизнес, который назвала Enjoy Your Life. То есть, это была клининговая и cleaning cooking company. То есть, это по уборке и по готовке. Можно пока не ушли глубже? А как ты открыла, если виза студенческая виза? По-моему, там нельзя открывать это. То есть, я неофициально открыла, но я купила. То есть, я купила все оборудование. Я дала в New Zealand. А куда инвестиции, если не секрет, конечно? Это ведь не дешевое оборудование здесь? Да, не дешево, то есть, денег не было. Потому что я приехала с 50-ми долларами, но я еще была полицейским там в России. То есть, официально я не уволилась. То есть, ты приехала как в отпуск сюда, что ли? Да, я приехала как в отпуск, но я когда уезжала, я чувствовала, у меня ничего не было. У меня не было денег, у меня была одна мечта. Интересно. Но бизнес, я все для бизнеса сделала, но я не смогла работать. Ну вот, а что же с оборудованием стало? А до сих пор, ну, то есть, дома. Дома? Дома, да, дома. Ну, то есть, и сейчас бы я смогла, то есть, как бы, потому что мне сейчас все равно, что делать, да? Отлично. И какой был тогда следующий проект после клинига? То есть, я буквально сразу же начала работать консультантом по красоте компании Mary Kay. Интересно. Да. Это ведь сетевая у нас, да, компания? Да, сетевая компания. Да, сетевая компания, и то есть, в России это у меня было под-тайм, то есть, я это делала только для себя. И у меня были несколько подружек, которые заставляли меня работать, потому что Mary Kay все любят в России, там, ну, готовы душу продать. Вот, когда я приехала сюда, то здесь немножко была другая ситуация, то здесь люди от натуральной, то есть, пошла мода несколько лет назад, натуральный продукт. В общем, благодаря Mary Kay я выжила, то есть, мои первые 200 долларов были именно, именно Mary Kay. Ну, вот, благодаря этому, да, то есть, вот мое путешествие пошло. Хорошо, а по Mary Kay сетку строила или просто продала в Адаксе? Я была лучшим консультантом, признана несколько раз. Здесь в Ваконде, в офисе? По всей Новой Зеландии. По всей Новой Зеландии? Включить на Австралию. Я была королева по привлечению, то есть, у меня большее количество без языка, без ничего у меня было. По-моему, около 30 консультантов, это вообще там за всю историю. Подожди, они и новозеландцы или русские? Все были. Новозеландцы, русские, иммигрантцы. Желание, вот, когда есть желание, вот, я никогда не поверю человеку, многие люди говорят, вот я не могу, вот денег нету, поехать, иммигрироваться, все боятся. Нужно работать очень усердно, рисковать умеренно, да, то есть, и не боясь, то есть, идти вперед. То есть, я всегда, то есть, шла на пролом, усердно, усердно, это многие, то есть, это, когда я была в моряке, я работала 24 часа в сутки, то есть, я работала, работала, я изучала, то есть, я всю знаю продукцию, то есть, сейчас, то есть, я профессионально могу кого угодно накрасить, проконсультировать, определить тип кожи, рассказать, как, то есть, ну, полное, полные знания в этой области. А сейчас ты продолжаешь работать в моряке? В моряке я сейчас, в основном для себя, у меня есть клиенты эксклюзивные, это мои друзья, либо спонсоры, либо, либо члены нашей команды сред капита, да, то есть, девушки, я уже за ними ухаживаю, да, то есть, они… А что ты ред капита, расскажи, пожалуйста, это следующий твой проект после моряке был? После моряке нет, после моряке дело в том, что бизнес, как бы, то есть, так как я не бизнес-человек, да, то есть, я не понимала, что такое бизнес, я всегда работала на кого-то, а когда ты в бизнесе в любом, ты можешь сегодня заработать миллион, завтра ты можешь заработать ноль, а послезавтра ты можешь потерять пять миллионов. Я-то не понимала, я не понимала, как я работаю, я так сильно работаю, и у меня, то есть, нету денег иногда, либо я даже теряю, то есть… А читала ли ты какую-нибудь, что, литературу какая-то себе, книга помогла, чтобы вот такие первые шаги на ограбление наступать? А в моряке очень, у них очень большая платформа. У них, наверное, библиотека хорошая, да? Да, да, то есть… А какая книга тебе помогла вот сделать этот шаг? Ну, она, по-моему, называется «Мечты сбываются», книга, да, то есть, в моряке, да, то есть, она написала, да. То есть, я много читала по менеджменту, много, то есть, позитивных, мотивирующих, там, аффирмаций, медитация, это очень помогало. И что с «Ред Карп», потом что с твоим следующим проектом? То есть, после этого, да, то есть, когда я стала понимать, что, то есть, деньги, то есть, есть, нету, есть, нету, то есть, начиналось самоедство, самокритика, что, значит, я что-то не так не сделала, может быть, я что-то не так сказала, почему не купили, вот это накручивание. Я решила строиться на работу. После этого у меня была работа, это «Окланд Транспорт», примерно такой же, что, что было. То есть, я работала в ГАИ, выписывала штрафы, «Окланд Транспорт», то есть, получается, я девушка такая худенькая, маленькая, я выписывала штрафы, вот. И, то есть, проработав, наверное, полгода, то есть, язык тоже был слабенький, я, получается, я, то есть, меня перевели уже как бы менеджмент, да, то есть, я стала, то есть, молодые, кто приходил тренировать. Но самое главное, то есть, как я осталась, то есть, потому что виза-то двухмесячная, и чтобы здесь быть, чудом, меня перевели, когда я училась в школе, да, на два месяца приехала, меня перевели с «Интермедиа» на «Айлз» группу, то есть… А что она дала себе? А «Айлз» – это когда специальный курс, академический, английский, который готовит я к сдаче «Айлз», потому что мне нужно было, там, по-моему, 6,5 минимум, чтобы поступить в институт. Ну, в итоге… И сдать внутренний тест, там, как вариант, запасная такая, ладейка. Да, то есть, я не знала об этом, и когда они сказали, что, то есть, я сдала, то есть… Ты сдала на 6,5, на «Айлз»? Нет, я сдала внутренний экзамен. Внутренний тест, да? Да, внутренний тест дала. И ты поступила в какой институт? Получается, по-моему, «Сэнстанти Сэнтехнологичи», то есть, ну, это маленькие такие вот… На какой факультет? Бизнес. На бизнес? На бизнес, да. Левел 7, наверное, да? 6 был. Шестое был? Шестое, да. Подожди, а на шестом дают ли разрешение? Да, тогда давали. Тогда давали, да. Сейчас, может, с 7-го только так начинается? А, сейчас, наверное, изменили. Да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова